А куда деваются деньги, за которые мы покупаем Акроны? Здесь также все очень просто. Рассмотрим на примере компании X, у которой есть условные акции, и на примере существующей блокчейн сети монеты Акрона. В случае с компанией X, если 10-40% денег, внесенных инвесторами, распределяется по маркетингу, то остальное остается компанией на разработку, рекламу и зарплаты. В случае с монетой Акрона также, только процентов здесь нет. Если вы продаете со своего кошелька 100 монет Акрона самостоятельно или через обменник, биржу, то вы получаете все 100% вырученных средств. Только в случае с биржей или обменником вы уплачиваете комиссию за совершенную транзакцию. А теперь самое главное. Мне задали такой вопрос, куда деваются деньги, за которые мы покупаем Акроны. Постараюсь ответить на него просто и развернуто. Если я задам вопрос, куда деваются рубли, за которые я покупаю доллары. Просто вдумайтесь, кому я должен задать такой вопрос. Видимо ФРС США. Федеральная резервная система Америки печатает столько долларов, сколько пожелает. И всего только 5% долларов выглядят в виде бумажных денег. Остальные, которые не печатают, выглядят в виде цифр и гуляют между пользователями онлайн. С одного компьютера – счета, на другой компьютер – счет. Так вот, облачная сеть Акрона Open Network – это такая же финансовая модель со своим блокчейн-алгоритмом, со своими кошельками и со своей отчетностью в виде платформы Акрона Эксплорер, где каждый пользователь сможет отследить все транзакции системы. Своего рода банковская бухгалтерия, доступная всему сообществу монеты. Только это не бесконечная финансовая составляющая, как в случае с долларом, который печатают не останавливаясь, а ограниченная эмиссия в количестве 21 миллиона монет. И сложность майнинга будет со временем увеличиваться, и процент добычи будет уменьшаться. Иными словами, чем больше монет и пользователей, тем меньшим будет становиться вознаграждение за валидацию блока. Это будет не так быстро. Процесс может затянуться на 10 лет и более. В блокчейн Акрона Open Network есть стандартная нода. Монеты с этого кошелька также необходимо реализовать. Вырученные средства от продажи монет идут на техническое обслуживание. Это сервера, домены, безопасность, зарплаты, новые продукты, листинг, пиар-компании и многие другие расходные статьи. Все просто. Для того, чтобы получить деньги для обслуживания платформы, необходимо продавать монеты так же, как это делаете и вы. Все сообщество монеты. И чем активнее держатель монеты Акрона, тем лучше у него идут дела. И с привлечением, и с реализацией. Если вы привлекли нового партнера, то вы сможете продать ему свои монеты и получить 100% средств. Если же новый партнер увидел информацию на официальном сайте монеты, открыл себе новый кошелек и купил монеты в консоли своего кошелька, то эти деньги будут использованы в том числе и на все перечисленные выше статьи для дальнейшего развития Акрона Open Network. Это прописано в White Paper монеты. У каждого из вас есть возможность сделать подобное и рассчитать, сколько понадобится средств для запуска собственной платформы. Поэтому вы можете запустить свое или начать пользоваться уже готовым. По моим личным наблюдениям, активные партнеры зарабатывают, как правило, гораздо больше, чем люди, которые обслуживают свою всю сеть АОН.